Новая валюта 21 века уже не нефть, а СО2, углекислый газ. Когда вся планета переводит свою экономику на зеленые рельсы, невозможно оставаться в стороне. Особенно, когда на этом даже можно заработать. Речь идет о так называемых углеродных единицах, квотах, которые компенсируют выбросы от производства, а получают их, выращивая деревья. В промышленное предприятие или транспорт выбрасывает СО2. Этот СО2 поглощается парниковыми газами в лесу. И эти инвестиции от этих предприятий и от финансового сектора идут на посадку. Для чего нужен этот механизм? Ну, прежде всего, для посадки лесов, лесополос, сохранения лесов, чтобы они не горели. По данным Стыценко, если пожары в нашей стране продолжат бушевать с той же силой, что и сейчас, к 2050 году от лесов Алтая уже мало что останется. А это важный способ сокращения парниковых газов, чего требует и Парижское климатическое соглашение, и новый российский закон, который вступит в силу в конце этого года. И если предприятия превысят лимит выбросов, им нужно будет компенсировать вред покупкой тех самых углеродных единиц, считая деревьев. И в России уже есть компании, готовые вкладываться. Если Алтаю твердят пилотным регионам, инвесторы придут к нам. Рынок в мире углеродных единиц и квот на выбросы составляет, ну, за прошлый год, 229 миллиардов евро. Но в России подобных пока доходов никто не заметил. Территория под пилотный проект уже выбрана. Это Залесовский район. Правда, у ученых уже сложилось недопонимание насчет стоимости рент земли. Залесовская администрация подняла ставку арендной платы почти что в 8 раз, 7,8. И для нас это является критичным. Если проект не доживет до его реализации, до получения промышленных объемов, вот у нас 4,7 миллиона тонн СО2. Если это оценить по доллару, то это 4,7 миллиона долларов. Власти пояснили, земли и сельхозназначения, и использовать их по назначению было бы выгоднее. И теперь разрешить вопрос должны будут в правительстве. Должно быть принято решение чуть более на другом уровне. Забрать эти земли в край, например. И заниматься уже этим вопросом. Как пример. Проблемы с районной платой существовали. На наш взгляд, для реализации данных проектов нужно увеличение площади как минимум еще на 10 тысяч гектар для привлечения больших инвестиций. Сможем ли мы обеспечить количество саженцев на территории Алтайского края? Это действительно важный вопрос, так как инвесторов будут привлекать большие проекты. Но все эти вопросы будут решать в процессе. В любом случае, власти края направили в Москву письмо с просьбой включить Алтайский край в число пилотных регионов зеленой экономики. Анастасия Дороган, Данил Захаров. День с толком.